Продолжаются сенсационные разоблачения. Наши английские друзья с какой-то просто маниакальной, мазохистской страстью разоблачают сами себя. Вот на BBC вышел фильм про Скрипалей. Сенсационное, повторяю, расследование. Главное в нем вот это видео. Оно окончательно все доказывает и расставляет по местам. Видите, двое угрюмых, прямо скажем, мужчин куда-то шагают. По идее авторов фильма, ясно куда. Травить Скрипалей. Все, выражение лиц, походка, поза рук, все выдает их преступный замысел. На всем лежит печать стереть с лица земли мерзкого предателя и его отпрысков. До седьмого колена. Тут уж не отвертишься. Ну и главный аргумент. Контрольный выстрел. Они идут, эти мужики, куда? Да. Правильно, не к Салсберийскому собору, а совсем наоборот, в другую сторону. А в этой другой стороне города что располагается? Правильно, дом Скрипалей. Помните сцену из легендарного криминального чтива Тарантино? Вот эту. Хочу задать тебе вопрос. Когда ты ко мне зарулил, ты видел указатель склад мертвых ниггеров? Джимми, ты же знаешь, что я... Ты видел указатель перед моим домом склад мертвых ниггеров? Нет. Не видел. А знаешь почему? Почему? Потому что его там нет. Утилизация ниггеров не мой бизнес. Вот. Вот я считаю, главная ошибка компетентных органов Ее Величества. Если бы они подумали заранее. И вот над этой дорогой, по которой шагают наши невеселые, чего уж там скрывать мужики, заранее повесили табличку с указателями в разные стороны Салсберийский собор Скрипали, и раз снимок. Ну вот так как-то. Все было бы еще нагляднее и еще неопровержимее. В следующий раз так и сделайте, коллеги. А потом уже кино снимайте. Совет бесплатный. Кстати, о бесплатности. Анонимус, международная, подчеркиваю, хакерская группировка, не российская, получила доступ к любопытнейшим документам форин-офиса Министерства иностранных дел Ее Величества. И что? Выяснилось, что немалое количество известных людей, включая наших с вами соотечественников, получают деньги от английского правительства и даже от английской разведки. За что получают? За чистое чувство. Чувство ненависти. К нашей с вами стране. Подробности сейчас последуют. А я обращу ваше внимание на еще одну любопытную деталь. Ни один британский телеканал не сказал ни слова об этой утечке. Ни одна газета не опубликовала ни строчки. Вот думаю, почему. Может, из уважения к частной жизни этих господ ничего другого просто в голову не приходит. Демократия. Не хухры, что называется, мухры. Но все же приятно. Приятно, что нас с вами ненавидят не так, а за деньги. Во-первых, это просто приятно, когда за одну только ненависть к тебе платят деньги. Повышает это капитализацию собственную, что ли. А во-вторых, вот смотришь, бывало, на всех этих людей. Например, на их сходки в Вильнюсе. Они почему-то любят там собираться. Смотришь и думаешь. Но чего они так заходятся? Ну, да трясучки прям. Может, болеют чем? Или в личной жизни проблемы с женой там? Или с любовницей? Как-то даже посочувствовать кто-то хочет. Кто-то хочет и помочь. А вот им уже и помогли. Это как театральные клакеры. Восторгаются за деньги. А эти ненавидят за деньги. Это лучше. Одно дело быть больным по-настоящему. Тем более психически. Совсем другое играть в болезнь. Изображать ее. Отрабатывать номер. Ну, а теперь обещанные подробности от Тимура Сиразиева. Хэппи-энд со слезами на глазах. А еще тревожная музыка и постановочные съемки. Прям не документальный фильм, а блокбастер. Хотя с музыкой BBC все-таки ошиблась. Нужна другая, например, такая. Журналисты BBC проделали большую работу. За 60 минут они рассказали всю историю отравления скрипалей. Однако их картина мира рассыпается при малейшем соприкосновении с реальностью. Впервые на экранах полицейский Ник Бейли. Тот самый, который тоже был якобы отравлен так называемым новичком. Правда, как это произошло, так и осталось загадкой. Ник Бейли уверяет, что зашел в дом скрипаля в перчатках и защитном костюме. С ним был напарник, он не пострадал. Ты знаешь, как ты заразился, если ты был в перчатках? Нет, я не знаю. Может, сквозь перчатки просочилась. Может, я маску поправлял, когда был в доме. Когда я приехал в участок, у меня щипало в глазах. Я горел, потел. Думал, что устал, что это стресс. Даже в маске и защитном костюме Бейли почувствовал себя плохо сразу, как вернулся в участок. А скрипали, которые голыми руками касались отравленной ручки двери, потеряли сознание только через три часа. Хотя в больницу Бейли отвезли лишь на следующий день. Ник Бейли не понимает, как он поразился отравляющим веществом. Ну, это тоже нонсенс. Почему? Потому что весь его путь в этот день и в предыдущий день, я уверен, был разобран, ну, посекундно. И где и как он мог получить поражение отравляющим веществом, наверняка следственным органам понятно. Врачи, которые лечили скрипалей, говорят, сначала думали, что у пострадавших передозировка наркотиков. Но тогда почему на место происшествия сразу же приехали люди в форме химзащиты? Би-Би-Си не скрывает, что делом занимались военные из расположенной поблизости химической лаборатории Порт-эн-Даун. А вот о чем умалчивают британцы. В это же время на военной базе, где и находится лаборатория, проходили масштабные учения под названием «Токсичный кинжал». Информация об этом опубликована на сайте Королевского флота. Трехнедельные учения проходили на уровне роты и включали в себя основанные на актуальных угрозах сценарии, связанные с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием. А эти кадры подаются как доказательство диверсионной деятельности Баширова и Петрова. Засунув руки в карман, они гуляют по городу, фотографируются, улыбаются, то есть ведут себя как туристы. Но это только подтверждает слова самих Баширова и Петрова, которые с самого начала говорили, что приехали в Солсбери посмотреть город. Еще более странным выглядит следующее утверждение полиции. Мы отследили их перемещение и отель, где они остановились. Мы тайно обследовали этот отель и нашли следы новичка. Как это тайно? То есть проживающих не эвакуировали? В этом же фильме полиция пугает британцев. Новичок мог убить тысячи человек. Когда в Солсбери искали следы отравы, весь город буквально стоял на ушах. Почему же здесь все делали тайно? После просмотра фильма складывается устойчивое впечатление о том, что британцы хотели бы подменить действительно настоящее расследование выпуском этого фильма. Потому что ни на один вопрос, который задавала российская сторона, не получено ответа. К тому же это все прошло накануне поездки Терезы Мэй в Брюссель по вопросам Брекзита. Это значит, что британцы явно хотят за счет дела Скрипалей отвлечь внимание от тех проблем, которые существуют в этой стране на самом деле. В центре их внимания Россия хакеры группировки «Анонимус» выложили в сеть доказательства существования целой пропагандистской машины по раздуванию антироссийской истерии. Программа действует уже три года. Называется «Инициатива честности». Но честностью там и не пахнет. Вот что пишут сами хакеры. Объявленная цель проекта — противодействие российской пропаганде и гибридной войне Москвы. Скрываясь же заблагосклонными намерениями, Британия фактически создала крупномасштабную информационную секретную службу в Европе, США и Канаде. Среди участников проекта — финансист Уильям Браудер, осужденный за госизмену в России Игорь Сутягин и представитель несистемной оппозиции Владимира Шурков. В списке и британские журналисты. Например, сразу три обозревателя «Солидный таймс». Среди них Доминик Кеннеди. Вот одна из его статей. Эдинбург давно на карандаше у российских спецслужб. Кремлевское информагентство «Спутник», созданное указом президента Путина, выбрало для своей штаб-квартиры в Британии не Лондон, а именно этот город. На проект «Инициатива честности» Министерство иностранных дел Британии каждый год выделяет аж 2 миллиона фунтов. А управляют всей этой паутиной лжи вот отсюда. По документам здесь находится офис общественной организации «Институт Стейткрафт». Их методичка, по сути, бизнес-план «Как опорочить Россию». В ней подробно расписано, сколько и кому дать денег на публикации в газетах, в Твиттере или на выступления на конференциях. Темы семинаров говорят сами за себя. Русская православная церковь и религия как оружие. Действия русских на Украине как репетиции событий в Европе. Среди статей расходов есть и такая. Подготовить и провести в Киеве конференцию с участием представителей 77-й бригады британской армии Украинского кризисного медиа-центра НАТО. Бюджет — 4000 фунтов стерлингов. Что такое 77-я бригада, мы рассказывали накануне. Это армейское подразделение, которое ведет информационную войну против России. Сами военные открыто говорят, что их оружие — фойковые новости. Примеров таких фальшивок, очерняющих Россию, достаточно. Но самой известной и продолжительной антироссийской пиар-компанией эксперты называют «Дело Скрипалей». Фильм BBC, который только показали, лишь подтверждает эту версию. Тимур Саразиев, Дмитрий Волков, Юлия Заграничного, Павел Матвеев, Юрий Рублев, Первый канал, Лондон.